Добрый день, глубоко уважаемый председатель. Я хотела поблагодарить наших коллег из Санкт-Петербурга за то, что они пригласили сюда выступить. Мы все любим Санкт-Петербург и любим сюда приезжать. Я хочу сегодня рассказать об остеомодифицирующих агентах и об их применении при раннем раке молочной железы. Всем известно, что виды патологии костей у наших онкологических больных делятся на две большие группы. Это метастазы в кости, которые сопровождаются всевозможными осложнениями, требуют специального лечения, ухудшают качество жизни и требуют финансовых вливаний. И потери минеральной плотности костной ткани на фоне противоопухолевой терапии. И в частности, это происходит часто при раннем раке молочной железы, в том числе, как осложнение, бывает перелом, который также оказывает крайне негативное действие на течение заболевания, на настроение и прочие аспекты существования пациенток. Ну, а остеомодифицирующие агенты первые появились без фосфоната. Где-то в 80-е годы, более 40 лет они уже применяются в клинике. Начиналось всё с такого препарата, допустим, у нас в Советском Союзе, тогда в онкологическом центре в Москве. Это препарат Банифос, капельная форма для внутривенного введения инфузии или таблетках. А затем появилось множество, ну, достаточно много других препаратов. Ну и последнее, порядка 15 лет, мы уже знаем препарат из группы моноклональных антител, препарат Данасумаб, который также используется в этой ситуации. Ну, вот это здесь дано современное понятие, что такое остеопороз. Это было введено Всемирной организацией здравоохранения в 94-м году, Вабикот. Ну и по данным ОСТО, остеопороз занимает четвёртое место среди причин инвалидизации. И даже пишут о том, что, в принципе, самое частое заболевание на Земле у человека – это именно остеопороз. Здесь вы видите картиночка, вот что с собой в норме, и при поражении представляет кость. Значит, остеопороз на фоне противоопухолевой терапии, он развивается существенно быстрее, чем естественно. Вот здесь вы видите синие столбики, их, правда, плохо видно, слева на чёрном. Это то, что, как наступает со временем, теряется минеральная плотность костной ткани, в частности, у человека, у мужчины, у женщин в норме, только связано с возрастом. А вот красный столбик – это показано, как это происходит на фоне противоопухолевой терапии. Здесь показана годовая потеря в процентах минеральной плотности костной ткани. Значит, вот на этой картиночке представлено схематично механизм действия остеомодифицирующих агентов. Ну, первое – это вот бисфосфонаты, которые являются аналогами естественного, так сказать, вещества, которое в костной ткани содержится. И эти бисфосфонаты действуют непосредственно в зоне действия остеокластов, там, где идёт процесс костной резорпции. Кроме того, они поглощаются костью и накапливаются на длительное время именно в костной ткани. А здесь вот представлены, так сказать, молекулы, которые участвуют в процессе остеокластогенеза вообще во всех процессах, связанных с костной тканью у человека. Это ранг-легант, это рецептор ранг, рецептор-активатор ядерного фактора КПБ и препарат, то есть белок остеопротагерин, который нейтрализует ранг-легант, не даёт ему связываться с рецептором ранг и активировать этот рецептор ранг, и в результате замедляется процесс костной деструкции. Значит, а препарат Деносумаб, моноклональное антитело, он же Пролия, он же Иксжива, он оказывает, так сказать, воздействие, связываясь с ранг-легантом, то есть он играет роль. В общем, естественно, остеопротагерина, он нейтрализует ранг-легант, не даёт ему связываться. Вот так это происходит в организме человека. Но вот здесь представлена разница между Деносумабом и бисфосфонатами, и вы видите, значит, во-первых, ну, главный бисфосфонат, который мы чаще всего принимаем, используем в последнее время, это золидроновая кислота. Эта золидроновая кислота содержит два атома азота, это наиболее активный препарат по сравнению с другими, которые содержат один атом азота, или первыми, которые безазотистые, в принципе, были бисфосфонаты. Значит, золидроновая кислота вводится в внутривенная инфузия, захватывается остеокластами и накапливается в костном матриксе. Причём бисфосфонаты, они крайне медленно возвращаются в системную циркуляцию из костной ткани и элиминируются через почки. Аденосума вводится подкожно, циркулирует в крови, вне клеточной жидкости. Он не накапливается в костной ткани и не выводится посредством почек. Значит, но важное значение имеет как раз наличие эстрогенов в организме, потому что они играют во всех этих процессах большую роль и, в частности, подавляют экспрессию ранг леганда остеобластами, стимулируют образование OPG и снижают костную резорпцию. Минеральная плотность костной ткани в этой ситуации увеличивается. И при сниженном уровне эстрогенов это приводит к снижению образования OPG, повышенной резорпции костной ткани, и, соответственно, идёт процесс костной резорпции. Но это всё схематично представлено. Причины дефицита эстрогенов у больных ранним раком молочной железы вы прекрасно знаете. Это и подавление функций яичников вследствие химиотерапии с помощью агонистов LH-RH. Они самое большое воздействие негативное в этом плане на минеральную плотность костной ткани оказывают. Это и авария эктомия, и гормонотерапия дювантной ингибиторами ароматазы, да и антиэстрогенами в том числе. Это всем хорошо известно. Вот здесь приведены несколько таблиц, которые показывают, сколько в мире проводилось исследований, посвящённых, в частности, действию остеомодифицирующих агентов. Вот здесь представлены исследования более ранее, допустим, с кладронатом, с эбандронатом, с таблетированными препаратами. Это у женщин в разных, так сказать, ситуациях в плане менополузального статуса. И оценочные точки были различные. И многочисленные исследования в дюванте показали разные результаты. Результаты действительно совершенно разные. Но некоторые вот два исследования были представлены Диэлом, Паульсом, которые показали снижение костных метастазов на фоне приёма бисфосфонатов и увеличение общей выживаемости. Но были исследования, которые, в общем-то, таких данных не давали. Вот здесь представлены последние исследования за эллидроновой кислотой, наиболее важные. Вы видите, их было также достаточно много. Которые также оценивали и минеральную плотность костной ткани, и безрецидивную выживаемость у женщин как в пре- так и в постменопаузе, в различных ситуациях. Ну и вот было два исследования по изучению Деносумаба, это ABC-SG18, извините, ну да, 18. В 2015 году были данные предложены, более 3000 пациентов, и крупное было исследование ДК, которое оценивалось результаты в прошлом году. И об этом несколько позже. Ну вот если говорить об исследовании ABC-SG12, значит, это исследование проходило в Австрии, значит, здесь период набора с 99 по 2006 год, и 1803 больных в премианопаузе с позитивными гормональными рецепторами, первая-вторая стадия, и допускалось проведение неодевантной химиотерапии, а длительность лечения 3 года. Значит, после операции пациенткой начинали получать газорелин и рандомизировались на 4 группы. Шло сравнение тамоксифен против тамоксифена с залидроновой кислотой, анастрозол против анастрозола с залидроновой кислотой, и сравнивались непосредственно между собой два эти препарата. Основная задача – оценка выживаемости без прогрессирования. Ну вот здесь показано, как снижалось на фоне гормонотерапии минеральная плотность костной ткани, особенно когда шла стадия в реальной супрессии они получали залидекс. Максимально снижалось на фоне анастрозола, ниже существенно на фоне тамоксифена, но когда прекращали использовать залидекс, так сказать, улучшились эти показатели, заметно улучшились. Значит, ABCHG12 безрецидивная выживаемость. Разница между анастрозолом и тамоксифеном не выявлена, то есть практически эти два препарата дают одинаковый эффект. Но, значит, вот здесь представлено, так сказать, результат в группе с залидроновой кислотой и без неё. Выживаемость без прогрессирования и имеется, так сказать, недостоверная, но разница в пользу группы, которые получали залидроновую кислоту. И в результате было показано, что залидронат снизил риск прогрессирования рака молочной железы на 36% при медиальном наблюдении 47,8 месяца. Ну, вот здесь представлены опять безрецидивная и общая выживаемость справа и слева. И было показано при финальном анализе уже 94,4 месяца, когда прошло, проводился этот анализ, значит, что у женщин именно в паузе. Гормонотерапия с золодексом плюс-минус залидронат три года, значит, снижение риска прогрессирования на 3,4% – это достоверные данные. И снижение риска на 2,2%, но стремятся, что называется, к достоверности, но недостоверные. Залидронат 4 мг 1 раз 6 месяцев, плюс адъювантная терапия, плюс золодекс. Увеличивает эффективность адъювантной гормонотерапии, и этот эффект продолжается долго. И после того, как были эти данные представлены, ABCSG12, очень активно, так сказать, один из исполнителей авторов этого исследования, доктор Гнант, он проводил, так сказать, читал везде лекции, об этом мы сразу стали говорить о том, что надо вводить это в стандарты, но в Сангалине, где, так сказать, решается вопрос адъювантном лечении рака молочной железы, там, конечно, относились к этому более настороженно и сочли, что в принципе, это еще не окончательные данные, надо проводить дополнительные исследования, чтобы решать, вводить ли бисфосфонаты в адъювантное лечение обязательно, или не вводить. Значит, кроме этого, вот проведено несколько исследований за метафема ради ван Синерджи Трайлз. Они, эти исследования, так сказать, в разных странах проводились, но дизайн был абсолютно один, и здесь представлен, вот, значит, дизайн этого исследования. Две группы пациентки ранним раком молочной железы, первая-третья стадиями, на паузе аминорея на фоне противоопухолевой терапии с рецепторами гормональными позитивными, значит, получали литрозол обе группы, но одна группа получала, соответственно, заледроновую кислоту 4 мг каждые 6 месяцев и начинала ее получать одновременно с гормонотерапией, а вторая группа тоже получала заледроновую кислоту, но отсрочена уже при наличии каких-либо проблем, или снижение показателей минеральной плотности проходило, или переломы появились клинически значимые, или бессимптомные переломы множественные имели место быть, тогда только начинали получать заледроновую кислоту, значит, и вот здесь 36-месячный анализ показал, когда одновременно получали, пациентки начинали, то есть так называемый апфронт получать заледроновую кислоту, это давало лучшие результаты, чем когда отсрочено уже при возникновении каких-то неприятных осложнений, то есть раннее начало лечения заледронатом снизило риск рецидива на 41%, ну а вот здесь представлено вот как раз снижение частоты рецидивов, значит, при назначении апфронт или отсроченность, здесь очень чёткие данные, вы видите левый столбик, правый, всё, как говорится, ясно абсолютно, что на фоне апфронт приёма заледроновой кислоты ситуация лучше была. А здесь то же самое, две группы сравниваются, но уже минеральная плотность костной ткани, верхние, значит, вот столбики это на фоне заледроновой кислоты, нижняя без неё, то есть когда она назначалась позже уже, позже, вот по факту, так сказать, появления каких-то неприятных осложнений в разных отделах скелета, то есть чётко совершенно показано, то же самое относится и к переломам, здесь явно показано, что спустя 36 месяцев терапии в группе раннего назначения заледроновой кислоты и частота переломов и остеопороза была ниже, чем в группе отсроченного применения. Проведен был большой метаанализ группой по изучению раннего рака молочной железы, значит, этот метаанализ был доложен в 2015 году, опубликован он был в журнале Lancet, и по результатам этого анализа, значит, где анализировались рандомизированные только исследования, включающие бисфосфонаты в адюванте, более 18 тысяч больных, очень большой метаанализ продемонстрировали, что пероральное применение кладроната, бандроната и заледроната внутривенно снижает частоту рецидива в костях на 34% и смертность рака молочной железы на 17%, но это происходит только у женщин, находящихся в постменопаузе, то есть очень большое значение имеет всё-таки монопаузальный статус. Ну вот при подгрупповом анализе здесь как раз показано, что лучшие результаты получены именно у женщин в монопаузе или более старшей возрастной группы. Значит, метаанализ показал, значит, таким образом, что эффективность инвивантной терапии раннего рака молочной железы с включением бисфосфонатов, она статистически значима различия в пользу как раз групп больных, которые получали бисфосфонаты, как по отдалённым метастазам, по метастазам в костях, по летальности от рака молочной железы, она ниже в группе бисфосфонат на 1,8% по сравнению с теми, кто не получал. Значит, вот здесь показано как раз снижение смертности от рака молочной железы на 3,3% у пациенток в постменопаузе. Слева и справа картиночка, она чётко показывает. И на самом деле, учитывая количество пациентов, женщин, страдающих раком молочной железы, если это в абсолютные цифры привести, то на самом деле это выливается в существенную разницу. Адевантное применение таким образом бисфосфонатов снижает частоту рецидивов и смерти от рака молочной железы у пациенток в постменопаузе. Применение бисфосфонатов снижает риск остеопороза и частоту патологических переломов у пациенток, опять же в постменопаузе, в том числе на ингибиторах хроматазы. И чтобы ещё показал этот метаанализ, что эффект не зависит от рецепторного статуса опухоли, от поражения лимфоузлов, применения химиотерапии типа, а также режима и способы введения бисфосфоната. Вот исследование Азуре, ранний рак молочной железы, 3360 пациенток. Это исследование, оно включало две группы, стандартную терапию получали женщины и стандартную, плюс золидроновая кислота, причём вводилась, длительность лечения составила 5 лет и вводился препарат таким образом, что сначала 6 доз раз в 3-4 недели, потом 8 доз один раз в 3 месяца и 5 доз один раз в полгода. Один раз в полгода. Значит, что оценивалось? Первое – это выживаемость без прогрессирования, и вторичные точки оценочные – это выживаемость без прогрессирования инвазивной болезни, общая выживаемость, выживаемость без метастазов в кости и под групповой анализ, безопасность лечения оценивалась в этом исследовании. Выживаемость без прогрессирования, ВБП, здесь в принципе разницы между группами нет, что по выживаемости, достоверной разницы нет без прогрессирования, что по общей выживаемости. Но когда провели подгрупповую анализ и оценили женщин в менопаузе, причём в менопаузе длительной, которые уже имели 5 и более лет менопаузу до начала вот этого лечения, было выяснено, что влияние золидроновой кислоты на выживаемость больных раком молочной железы зависит именно от менопаузального статуса, и применение золидроната снижает риск смерти на 29% вот именно у женщин с длительной менопаузой. Кстати, Азуре является одним из крупнейших исследований третьей фазы, которая впервые опубликовала результаты десятилетнего наблюдения. Они были опубликованы в прошлом году, результаты десятилетнего наблюдения. Я должна сказать, что в последние годы идёт активный поиск клинических биомаркёров, которые предсказывают органоспецифическое метастазирование. В частности, при раке молочной железы это метастазы в кости. И вот существует такой белок МАФ, его называют ген МАФ, транскрипционный фактор, кодируется 16Q23 хромосомий, связан с метастазированием рака молочной железы только в кости, но никак ни в какие другие органы. Значит, этот ген МАФ контролирует миграцию, адгезию, дифференцировку остеокластов. Значит, я вам честно скажу, я стала интересоваться у наших сотрудников в онкологическом центре, в институте канцерогенеза, теми, кто занимается иммуногистохимическими исследованиями, так сказать, маркёров всевозможных. К сожалению, наши коллеги не знают про этот ген. Я про него тоже первый раз вычитала, только знакомясь с материалами, вот с последними его десятилетние, так сказать, результаты использования этого, то есть АЗУРе этого исследования. Вот, значит, существует ген ВИМАФ, мускулеапоневротик фибросаркома. Это онкоген, гомолог, вот этого МАФ, который при молочной железе и ассоциируется также с метастазами в кости. Кстати, гиперэкспрессия гена МАФ оценивается ФИШ-методом. Значит, увеличение 16Q23 ассоциируется с плохой общей выживаемостью с метастазами в кости, и экспрессия белка МАФ методом иммуногистохимии контролирует, коррелирует с гиперэкспрессией 16Q23 методом ФИШ. Это то, что я вычитала, найдя в литературе, и выяснила, что этим исследованием этого гена МАФ активно занимались испанские онкологи, испанские коллеги, значит, при проведении исследования Азуре определяли в опухоли ген МАФ у пациенток. Вот здесь представлены кривые выживаемости, в зависимости от менопаузального статуса, и вы видите, что у женщин, которых, ну, то уже о чем мы говорили, значит, более пяти лет после менопаузы у них, так сказать, достоверная разница на фоне использования азоледроновой кислоты с гормональной терапией. Значит, показатели выживаемости у пациентов без гиперэкспрессии гена МАФ, значит, вот у 79% больных определяли, и вот здесь без инвазивного рака молочной железы левые кривые. В общем-то, лучшие результаты получились там, где получали, естественно, заледроновую кислоту с контролем. Но надо сказать, что вот когда имеется гиперэкспрессия этого гена, это всегда плохой прогностический фактор. Если же этой гиперэкспрессии нет, то, так сказать, не оказывается такого влияния именно в плане метастазов в кости. В плане метастазов в кости. Здесь вот представлены две кривые. Суммарная частота метастазов в костях как первого рецидива. Значит, это контроль верхняя кривая, то есть там без заледроновой кислоты они чаще встречались по сравнению с группой, которые получали заледроновую кислоту. Ну и что касается безрецидивной выживаемости, в зависимости от возраста пациенток, здесь тоже показано, что у них чем старше, вот здесь как раз наихудшие результаты у женщин самых молодых. Вот, менее 40 лет, вот вы видите. А лучшие результаты у старших возрастных групп. Но там они еще оценивали параметры также вот такими графиками. Ну, вот это вот, я считаю, самое важное. Я представила. Таким образом, вот сейчас представлены те результаты десятилетнего анализа АЗУРЭ, которые четко тоже показывают, что применение заледроновой кислоты, оно улучшает результаты лечения раннего рака молочной железы. Вот несколько слов по поводу Деносумаба. Значит, вот исследование ABC-SG18, которые две группы, Деносумаб, он уже вводился, то есть это препарат Пролия, 60 мг подкожно каждые 6 месяцев, видите, большие группы и равнозначные. Вторая группа получала плацебо, всего 3425 больных. Значит, основная задача исследования – время до первого клинически значимого перелова, но были еще дополнительные оценочные точки. Вот. И, значит, здесь было представлено вот по первому оценочной точке, по главной задаче этого исследования, значит, доложено, они были на АСКО в 2015 году, что группа, которая получала Деносумаб, значит, там результаты лучше, риск переломов, вот верхняя кривая, он хуже там, где не было Деносумаба, а белая кривая внизу – это с Деносумабом. И после этого, вот из результатов ABC-SG18, опять очень активно доктор Гнант рекламировал эти результаты, что очень хорошие данные, что Деносумаб снижает, так сказать, риск вот метастазирования в кости, дает очень положительные результаты, что это необходимо применять обязательно, так сказать, включать в стандарты применения в адюванте. Но, значит, еще одно большое исследование проходило, ну вот здесь показано, что Деносумаб действительно вот снижал частоту клинически значимых переломов костей по сравнению с плацебо, как в группе пациентов, которые имели исходно нормальный Т-критерий, то есть нормальную минеральную плотность костной ткани, так и у тех, у которых она была снижена при включении исследований и начале терапии, то есть на фоне адювантной гормонной терапии ингибиторами ароматаза Деносумаб может назначаться пациентка после генопаузы при раннем раке молочной железы без увеличения токсичности. Значит, и ждали результаты большого исследования длительного ДК, у нас многие центры, ну многие и немногие, во всяком случае у нас в онкологическом центре мы принимали участие в этом исследовании, но, к сожалению, там был очень мудрёный составлен этот протокол, и это исследование, оно, в общем, не показало того, чего от него ждали, и, в общем-то, считают на сегодняшний день, что доказано совершенно чётко, что Деносумаб, он снижает, так сказать, число переломов, связанных с остеопорозом у пациента к ракам молочной железы. Вот что касается того, можно ли его использовать в адюванте, вводить стандарты, как введены без фосфоната, они чётко совершенно введены, что, допустим, вот зеледроновая кислота, её можно применять 4 мг внутривенно-капельно раз в 6 месяцев на фоне гормональной терапии, так сказать, она помимо благоприятного воздействия на минеральную плотность костной ткани, также оказывает на исход болезни благоприятную действие. Это доказано, это включено в стандарты. Кстати говоря, после метаанализа, который был большой в 2015 году, там, кроме того, они писали, что и бандронат ежедневно в таблетках, он также оказывает позитивное воздействие, и кладронат тоже ежедневно в таблетках, и тоже можно использовать с этой целью. Ну, а вот что касается Деносумаба-то, на сегодняшний день, в общем-то, пока этот препарат для повышения минеральной плотности применяется и может применять, ну, вот именно в этих ситуациях для снижения риска переломов, именно связанных со снижением костной плотности, но не для улучшения прогноза лечения пациенток ранним раком молочной железы. Ну, в общем, здесь вот как раз об этом и сказано. Это вот то, что я хотела вам рассказать. Спасибо большое за внимание.